Всем привет! Сразу же хочу поблагодарить вас за активность под прошлым роликом. Вы за один день набрали нужное количество лайков, поэтому рубрика обязательно продолжится. И уже сегодня мы поговорим о самой успешной английской команде, Манчестер Юнайтед, которая 20 раз выигрывала чемпионат Англии, а также трижды становилась лучшей в Европе. Как только под этим видео наберется 1389 лайков, я начну работу над следующим выпуском. А спонсором ролика является лучшая в своей сфере компания 1xbet. Высокие коэффициенты, широкая линия ставок и быстрый вывод средств. Ссылку вы найдете в описании. В 2008 году скауты Манчестер Юнайтед нашли в Сербии двух молодых талантливых полузащитников. Это были Адем Льяич и Зоран Тожич. Из-за юного возраста оба игрока не смогли сразу же заиграть в Манчестере. А вскоре сэр Алекс Фергюсон решил отказаться от Льяича. А вот Зоран наоборот приглянулся великому тренеру и в 2009 официально стал футболистом МЮ. К сожалению, из-за высокой конкуренции в полузащите Тожич так и не смог заиграть на постоянной основе в главной команде. Он часто выступал за молодежку, а его дебют в основе случился в Кубке Англии против Тоттенхэма, где Зоран заменил Криштиану Роналду. Спустя три дня он уже дебютировал в АПЛ в победной игре против Весбромвича, где снова появился во втором тайме. Летом сербский ховбек ездил с Юнайтед в азиатское турне, но, к сожалению, на этом его английская часть карьеры практически завершилась. Зимой 2010-го Тожич уехал в аренду в немецкий Кёльн, а уже летом стал игроком московского ЦСКА. Он приходил, чтобы заменить соотечественника Милоша Красича, а в итоге стал легендой армейского клуба. Фанаты сразу же полюбили Зорана. Во-первых, не секрет, что русские всегда с теплотой относятся к братскому сербскому народу. Во-вторых, Тожич два года отыграл за белградский партизан, а болельщики ЦСКА и партизана находятся в дружеских отношениях. Ну и, конечно, стоит отметить, что Зоран Тожич с первых же матчей доказал, что правый фланг армейцев останется таким же быстрым, мобильным и креативным. За семь лет в красно-синей майке Тожич провел 241 игру, забив при этом 47 голов. Причем чаще всего его мячи оказывались сверх необходимы. Конечно же, на ум сразу приходит золотой гол Локомотива в 2014-м, но также были голы и в дерби со Спартаком, и множество мячей в Еврокубках. Несмотря на травмы, Зоран всегда являлся важной частью армейского клуба и, безусловно, оставил яркий след в истории ЦСКА. Он трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка и Суперкубка России. В 2017-м Зоран вернулся на родину, где играет в составе партизана. Выпускник Академии Витеса, голландский крайний полузущитник Александр Бютнер когда-то подавал большие надежды. Фергюсон видел в нем замену Патрису Евра, и летом 2012-го Бютнер оказался в Манчестере. В прощальном сезоне для великого тренера красные дьяволы выиграли премьер-лигу, а голландец неплохо показал себя, правда сыграл всего 13 игр. В дебютном матче с Уигганом Алекс отдал голевую передачу и забил гол. Позже он отлично провел игру в Лиге чемпионов против Баварии, и болельщики МЮ надеялись на работоспособного атакующего защитника. Но с переходом в клуб Дэвида Моэса дела пошли на спад как у Бютнера, так и у всей команды. Шотландец доверился проверенному Евра, а вот Алексу приходилось довольствоваться играми с аутсайдерами, подменять конкурента во время полученной травмы. Зимой 2014-го Бютнер хотел уйти в аренду в Бешектаж, но Моэс был против. Когда стало понятно, что Манчестер возглавит Луи Ван Гал, который ранее не замечал Бютнера и не вызывал его в сборную, игрок начал поиски нового клуба. Всего в составе МЮ он провел 28 игр и стал чемпионом английской премьер-лиги, хотя, конечно же, мог добиться намного большего. В 2014-м Бютнер переходил в перспективный проект московского «Динамо», которая собрала под свои знамена целую банду с громкими именами. Вальбуина, Жирков, Денисов, Кураньи, Самба, Манолев, Ротенберг, Кокорин, а руководил ими будущий герой чемпионата мира 2018 Станислав Саламыч. Бютнер выделялся на поле своим бойцовским характером, постоянно выкладывался на 100% и действительно запомнился болельщикам «Динамо» как хороший защитник, который хоть и получал огромную зарплату, но отрабатывал свой контракт. Уже на следующий год «Динамо», к сожалению, превратилась в аутсайдера чемпионата из-за финансовых проблем. И голландец, как и большинство легионеров с большой зарплатой, покинул команду, в составе которой мечтал выиграть множество трофеев. В 2017-м Бютнер вернулся в родной для него «Витес», где под руководством Слуцкого является основообразующим элементом команды. Французский вингер Габриэль Абертан всегда считался спорной фигурой в футболе. В симпатичном проекте «Бордо» времен Лорана Блана Абертан был игроком исключительно ротации. От этого непонятно, что в нем разглядел Фергюсон и почему поверил в быстрого, техничного, но абсолютно прямолинейного крайка. Габриэль попал в Манчестер в 2009 году, но сразу же получил травму спины. Адаптироваться в полной мере не получилось. Восстановившись от травмы, Абертан лишь изредка появлялся на поле в матчах АПЛ и чаще всего француза использовали в малозначительных кубковых встречах. По такому же сценарию прошел и второй сезон. Ферги вскоре осознал свой просчет и с легкостью расстался с Габриэлем. В 2016 Абертан из Нью-Касла отправился в Махачкалу. Но курс дагестанской команды давно сменился. Поэтому, приехав в Россию, он увидел рядом с собой откровенно слабых футболистов. Но даже на их фоне не выглядел чем-то особенным. Проведя 9 матчей и забив 1 гол, Абертан, ничем не запомнившись, вернулся в Англию. Недавно Габриэль пополнил ряды аутсайдера турецкой лиги Эрзурум. В 2010 году Спартак подписал лучшего защитника сезона в Аргентине, Маркеса Роха. Правда, практически никто из болельщиков не знал, на что способен этот игрок. И честно сказать, Роха оставил за собой двойственное впечатление. С одной стороны, именно из Спартака Маркес стал вызываться в сборную, где сыграл много важнейших матчей. В том числе на двух кубках Америки и двух чемпионатах мира, дойдя до финала в Бразилии. С другой стороны, встанник красно-белых Роха зарекомендовал себя как нестабильный игрок. Он часто допускал катастрофические ляпы. Также были проблемы с дисциплиной, ну и естественно травмы. Так называемая стеклянность – главный враг этого футболиста. За два сезона он провел всего 17 игр и уехал в спортинг. Но здесь я бы уточнил. Учитывая уровень Спартака тех времен, неудивительно, что многие хорошие футболисты не смогли в нем заиграть. Например, Николас Пареха, который позже выиграл три Лиги Европы подряд. После уже упомянутого удачного чемпионата мира, на аргентинского защитника вышел Манчестер Юнайтед. И поначалу дела шли в гору. Роха провел три полноценных сезона на высоком уровне. Выиграл все возможные кубки в Англии, кроме самой главной награды – чемпионства Премьер Лиги. В 2017 ему покорилась Лига Европы, но травмы снова дали о себе знать. В этом году Маркос провел всего две игры в АПЛ и, скорее всего, летом покинет Юнайтед. Нечасто встретишь российского футболиста в числе легенд европейского топ-клуба. Но Андрей Кончельский именно из этой серии. Фергюсон заметил юного Андрея в товарищеской игре сборной Советского Союза против Шотландии, а позже лично ездил наблюдать его игру в матче с Германией. Это привело к трансферу в 1991 году. Четыре следующих сезона были наполнены радостью, победами, доминированием на поле и расцветом Ман Юнайтед. Кончельский наряду с Эриком Кантона, Петером Шмейхелем, Брайаном Робсоном, Полом Инсом, Марком Хьюзом и, конечно же, Райаном Гиксом стали олицетворением брутального дьявольского футбола 90-х. Андрей выиграл всевозможные турниры в Англии, забил хит-трик в ворота Сити, вошел в топ-100 игроков Манчестер Юнайтед за всю его историю, а фанаты манкунианцев вспоминают Кончельскиса с теплотой, даже несмотря на его игру за вторую команду из Манчестера. Но в 1995 году из-за натянутых отношений с тренером российский крайний нападающий покинул Юнайтед. В конце 2003 года Кончельскис пополнил ряды московского Динамо, но сыграть за команду в официальных матчах ему не довелось. Проведя несколько сборов, титулованный нападающий повздорил с тренером команды. На тот момент это был чешский специалист Ярослав Гржебик. К тому же Кончельскис получил травму. В итоге он оказался вне заявки Динамо на сезон, что привело к разрыву контракта. Летом 2004 Андрей перешел в Раменский Сатурн. За полтора года он провел в подмосковном клубе 39 игр и забил 4 мяча. Правда, 7 и 11 место это явно не то, чего ожидали инопланетяне. Последним клубом в карьере Кончельскиса были Самарские крылья Советов, где игрок провел 22 игры, забил 1 гол и отправился на заслуженный покой. Интересно, что несмотря на огромное количество трофеев в Советском Союзе, Англии, Шотландии и даже Саудовской Аравии, Кончельскис так и не смог ничего выиграть в России. Сейчас он тренирует клуб из Узбекистана на Вбахор. Лучший игрок в этом списке – это сербская скала в оборонительной линии манкунианцев Немандия Видич. В 2004 он перешел в Спартак из Сервенной Звезды, несмотря на серьезные проблемы со спиной. Тогда еще никто не понимал, какого уровня игрок появился в РФПЛ. Постепенно Немандия стал основным защитником красно-белых, а также их лидером и настоящим бойцом на поле. Выиграв серебряные медали в составе Спартака, на сербы нацелились многие европейские команды. Ливерпуль и Фиорентино были ближе всех. С Фиалками Видич, казалось бы, договорился, но в итоге трансфер не состоялся. На этом фоне в борьбу включился МЮ. Фергюсон понимал, что такой игрок пригодится ему на долгие годы. Так и получилось. Немандия медленно, но верно становился своим в Манчестере. Если в своем первом сезоне он сыграл всего 15 игр, что для Англии небольшая цифра, то в дальнейшем играл регулярно и часто. Серб вместе с англичанином Рио Фердинандом стали одной из лучших пар центральных защитников в истории футбола. Пять золотых медалей чемпионата Англии, три Кубка Лиги, пять Суперкубков, а также триумф в московском финале Лиги Чемпионов в 2008. Видич и Фердинанд – это олицетворение идеальных защитников. Надежные, физически сильные, самоотверженные, с воинственным стилем на поле. Немандия в 2011 году стал капитаном МЮ и гордо носил повязку вплоть до ухода из команды. К сожалению, на закате карьеры Немандия порвал крестообразные связки, и это стало одним из поводов для отъезда из Англии. Олд Траффорд стоя прощался со своей легендой, а Видич, обратившись к болельщикам, сказал, что физически уходит из клуба, но сердцем он навсегда остался здесь. Через два года, уже будучи игроком итальянского Интера, Немандия Видич завершил свою блестящую карьеру. На этом все. Пишите в комментарии, какой клуб хотели бы видеть в следующем выпуске. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, но самое главное, любите наш футбол. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok